Конституция Российской Федерации закрепила приоритет семейного воспитания детей. Семейное воспитание является наилучшей формой воспитания ребенка, которую знает человечество, потому как одно из главных назначений семьи это создание условий для нормального развития и надлежащего воспитания детей. И эта задача выполняется прежде всего родителями. В связи с этим лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая применяется только судом и только за виновное поведение родителей. Перечень оснований, по которым родители или один из них могут быть лишены родительских прав, четко определен в законе и является исчерпывающим. Лишение родительских прав допускается в исключительных случаях, когда защитить права и интересы детей иным образом не представляется возможным. Здравствуйте. Лишение родительских прав. Тема сложная прежде всего в моральном отношении. И мы сегодня поговорим об основаниях, порядке и правовых последствиях лишения родительских прав. И поможет нам в этом старший прокурор отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе Елена Лесняк. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Кто может обратиться в суд с заявлением о лишении родительских прав? В соответствии с пунктом 1 ст. 70 СК РФ такие споры могут быть инициированы одним из родителей, независимо от того, проживает он вместе с ребенком, лицом заменяющим родителям, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели, органам или организациям, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, это органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей и прокурорам. Прокурор Тамбовской области в последнее время обращается в суды с такими требованиями не так часто, ориентируясь на приоритетность воспитания детей в семье кровными родителями. Однако, вместе с тем, в тех случаях, когда ребенок не имеет законного представителя, например, проживает с бабушкой и дедушкой, эти лица, которые не являются спекунами, и указанные лица могут вполне обратиться в прокурор с заявлением об инициировании в интересах несовершеннолетних иск о лишении родительских прав в отношении нерадивых родителей. Скажите, какие существуют основания для лишения родительских прав? В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации, родители, один из них, могут быть лишены родительских прав судом, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы о них, об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, об учении. При решении вопроса о злостном уклонении родителей от уплаты алиментов Суды учитывают продолжительность и причины неуплаты родителям средств на содержание ребенка. Так, о злостном характере уклонения от уплаты родительских алиментов родителей могут свидетельствовать наличие задолженности по алиментам, сокрытие нерадимым родителям действительного размера заработка или иного дохода, который он получает, из которого должно производиться удержание алиментов, розыск родителя, обязанного уплачивать алименты ввиду сокрытия своего места жительства. И привлечение родителей к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов в натершении несовершеннолетнего ребенка. Если родители отказываются без уважительных причин взять детей из родильного дома или родильного отделения, либо из одной медицинской организации, образовательных организаций, организации социального обслуживания или аналогичных организаций. В таких случаях в рамках судебного разбирательства устанавливается, какими причинами были обусловлены те или иные обстоятельства, отказ, является ли он уважительным, предпринимались ли родителям или одним из них, какие меры для преодоления указанных обстоятельств, которые послужили основанием для отказа взять ребенка, и что изменилось в связи с этими обстоятельствами. При злостном злоупотреблении своими родительными правами. В качестве злоупотребления, как правило, рассматривается создание препятствий к получению детьми общего образования, вовлечения в занятия азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошаничеству, проституции, склонение к употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции и наркотических средств или психотропных веществ. В случае жестокого обращения с детьми, которое заключается в частности в осуществлении родителям физического или психического насилия над детьми и покушении на их половую неприкосновенность. Если родители являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, что должно подтверждаться медицинскими документами соответствующих медицинских учреждений. Если родители совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителями детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден решением приговором суда, либо определением суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Елена Николаевна, может ли суд отказать в иске лишения родительских прав? Безусловно, суд может отказать в лишении родительских прав и такие решения принимаются достаточно часто. Не могут быть лишены родительских прав родители или лица их заменяющие, которые вследствие стечения тяжелых обстоятельств или по другим, независимых от них причинам, например, психическое расстройство или иного хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией. В указанных случаях суд может вынести решение об ограничении в родительских правах. Поскольку лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, в исключительных случаях даже при доказывании виновного поведения родителя, суд, учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, также может отказать в удовлетворении иска лишения родительских прав и предупредить родителя о необходимости изменения в воспитании детей. Кроме того, суд откажет в удовлетворении требований о лишении родительских прав, если придет к выводу, что предоставленные доказательства достаточно малы и, собственно, в суду не представляется возможности постановить законное и в основном решение. Каковы правовые последствия лишения родительских прав? Вынесение судом решения о лишении родительских прав лечет за собой утрату родителям или одним из них права воспитывать ребенка, совместное проживание с ним и так далее. Но такой родитель теряет также права на получение выплат и пособий, предусмотренных законом для граждан, имеющих детей, а также права требовать алименты со своего ребенка в случае утраты трудоспособности или по тем или иным причинам. После принятия судом решения лишения родительских прав одного из родителей и при невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав обоих родителей, когда опекун, попечитель еще не назначен, ребенок передается судом на попечение органа опеки и попечительства. Передача судом ребенка на воспитание родственникам и другим лицам допускается только в случае, когда эти лица назначены его опекунами или попечителями. Какова роль прокурора в спорах о лишении родительских прав? Так как это является обязательной категорией дел и участие прокурора в этих делах предусмотрено в качестве дополнительной гарантии и соблюдения прав несовершеннолетних. При этом вступивший в процесс рассмотрения дела прокурор о лишении родительских прав участвует в исследовании доказательств, представленных сторонами суду и в принятии закона обоснованных решений, обеспечивающих соблюдение прав свобод законов несовершеннолетних. Большое спасибо, Елена Николаевна.